Всем привет, друзья! С вами Полина, и в сегодняшнем ролике я хочу рассказать вам о тех книгах, которые прочитала в январе. То есть книги, с которых начался мой читательский год, и, честно признаться, на самом деле, отличное начало года, как мне кажется. Все четыре книги, которые я прочитала в январе, получили высокую оценку. Одна всего лишь получила 4,5, остальные пятерки. Поэтому я думаю, что мне также будет интересно о них вам рассказать. Надеюсь, вам будет интересно о них послушать. И если вы что-то читали из этого, я буду вам очень признательна, если вы поделитесь своими впечатлениями. Потому что обмен информацией, обмен впечатлениями — это как раз то, для чего канал и был создан. Я прочитала 4 книги, 2 в бумаге, 2 в электронном виде. Начнем, наверное, с такого предупреждения. Я хочу сразу обозначить, что буду рассказывать про эти книги со спойлерами. Дело в том, что я не считаю интересным рассказывать прочитанную какую-то кастрированную историю о моих впечатлениях. Зачем вообще тогда прочитанную, если мы вот так как-то скользь все обходим, какие-то важные, интересные моменты опускаем? Поэтому сразу вас предупреждаю, если вы к этому не готовы, то, наверное, не стоит смотреть ролик. Если вы, в принципе, готовы, то welcome. Ну и опять же, будут тайм-коды в описании, там не будет указано, где спойлер. Потому что я думаю, что весь рассказ в целом будет повествовать обо всех моих впечатлениях. Когда именно, в какой момент времени я буду вам об этом рассказывать, я точно не могу предугадать. Потому что у меня нет никакого сценария. Я также еще начала вести читательский дневник, чтобы облегчить себе не только подготовку к роликам о прочитанном, но также, наверное, чтобы лучше прорабатывать свои впечатления от произведений. Буду тут цитаты записывать, какие-то свои мысли, основную информацию. Поэтому мне показалась это интересной идеей. Я купила себе такой приятненький блокнотик, такого свежего цвета. И буду иногда сюда заглядывать, потому что все четыре книги, которые я прочитала в январе, я уже вписала в него. Ну и приступим. Первый роман, который я прочитала, это был Джон Ирвинг, у меня он в бумаге. Роман называется «Мужчины, не ее жизни». Нужно сразу отметить, что это не самое мое любимое произведение Джона Ирвинга из тех, что я прочитала, но, в принципе, очень достойное. Очень сложно рассказывать о произведениях Джона Ирвинга, это потому что они перенасыщены всегда. Автор включает в свои произведения так много подробностей, так много каких-то сюжетных поворотов. Но, по сути, нам повествуют здесь о жизни нашей главной героини. Она писательница. Кстати, очень много писателей в этой книге на квадратный метр. Тут и главная героиня, и ее отец, и ее мать, и ее друг, наверное, друг ее матери, скорее даже. В общем, куча всего. Как всегда, у Ирвинга есть проститутки, есть Амстердам, есть убийство, есть изнасилование. В общем, это все в одной книге. И, наверное, каждый читатель может найти что-то интересное в романах Джона Ирвинга, как раз потому, что тут очень много всего. Ты можешь следить за этой сюжетной линией, за этой, за этим персонажем. Все они психологически, как мне показалось, достаточно проработаны. Тут много важных проблем поднимается. Отношение отцов и детей, отношение матерей и детей. Знаете, страх полюбить нового ребенка, если ты потерял до этого детей. Вот это вообще, наверное, самое ужасное было. Также тут есть про проституцию. В Амстердаме она легализована, поэтому с этой точки зрения было тоже интересно читать про какую-то внутреннюю кухню этой профессии древнейшей. Профессия писателя тут немного затрагивается, потому что много авторов, как я и сказала, много писателей из персонажей. Мне книга понравилась. Я могу только посоветовать ее, потому что действительно интересный сюжет. Видите, как я и говорила, сложно что-то рассказывать про Джона Ирвинга, потому что слишком много всего. Действительно слишком много. Но при этом, когда пытаешься пересказать сюжет, получается какая-то сумятица. Все кажется таким нелогичным и сериалистичным. А когда читаешь книгу, все как-то логически, и одно из другого вытекает. Поэтому не так страшным кажется сюжет этого романа. Но опять же, что меня больше всего поразило в этом произведении, это, как я и сказала, потери детей. Двое детей у матери главной героини, первые, то есть ее братья, они умерли в автокатастрофе уже достаточно взрослыми молодыми людьми. Это, наверное, особенно страшно. В любом возрасте потерять ребенка – это ужасно и страшно. Но когда уже ты прожил с ними какую-то жизнь, это, наверное, особенно кошмарное событие. И вследствие этого и мать, и отец были травмированы, безусловно, этим происшествием. Потом появилась наша главная героиня, и мать не смогла позволить себе полюбить ее. Она как будто бы осознанно не давала себе этой возможности, потому что боялась потерять. Опять боялась потерять, для нее это настолько было страшно, что она вот как будто бы отгородилась от своего ребенка. Во всяком случае, я так считала эту сюжетную линию. Также тут, конечно, есть много странных, как скажем, отношений между ребенком и отцом, который каким-то гулящим абсолютно. Странно пытался самоотвердиться за счет каких-то несчастных женщин. Также отношения подростка и взрослой женщины, которые наложили на его жизнь огромный отпечаток, и впоследствии он всю жизнь любил ее, пронес это чувство через года и дождался воссоединения с этой женщиной, когда она уже прямо в очень преклонном возрасте была. Это, конечно, интересно. Но и в целом, просто течение жизни, течение жизни, ее водовороты, ее какие-то тихие, спокойные моменты, это все есть в книгах Джона Ирвинга, поэтому я, конечно же, очень вам рекомендую хотя бы с одним романом ознакомиться. Мне кажется, вот вы одну книгу прочитаете, сразу поймете, ваш это автор или нет. Я уже прочитала достаточно много книг у этого автора, тут есть небольшой список. Я прочитала «Мир глазами гарпа» отель Нью-Гемпшир, «Правила виноделов», «Мужчины не ее жизни». У меня также есть с собой книга молитвы об Оуэне Минни, тоже думаю прочитать ее. И буду, конечно же, обо всем вам рассказывать. Мне автор нравится, я, безусловно, буду его произведение когда-нибудь перечитывать под настроение. Могу посоветовать. Это первая книга, которую я прочитала, но ей я поставила 4,5 из 5. Просто, наверное, не знаю, из вредности. Просто, наверное, потому что именно эта книга в сравнении с другими произведениями, которые я читала до, она как будто бы чуть-чуть менее для меня увлекательной показалась. Или, может быть, я вот эти повторы какие-то считала и за это снизила балла. Не знаю, с чем это связано. Второе произведение я тоже прочитала в бумаге. Это вот такая небольшая книжечка. «Пенелопа, дочь Адраста. Повесть из жизни Рима. Золотого века республики». Автор этого произведения Татьяна Андреевна Бобровникова закончила МГУ исторический факультет и также училась в аспиратуре МГУ. То есть человек, который не понаслышке знаком с историей. И это здорово, потому что действительно в произведении очень много каких-то бытовых деталей, которые исторически аутентичны. Атмосфера вот именно Золотого века республики здорово передана. Я очень люблю историю Древнего Рима и мне нравится знакомиться и с художественными произведениями, которые рассказывают о этой стране, этой империи римской. Но тут как бы самое начало, по сути, наверное. Ну, действительно, Золотой век. Какие-то основные уже победы, может быть, позади. Но вот эта гордость национальная, она сквозит на странице этой книги. Мне понравилось, как Татьяна Андреевна противопоставляла греков и римлян. Греки считали римлян очень необразованными, бескультурными, варварами. А римляне здесь, в этой книге, это, пожалуй, такой небольшой минус для меня на самом деле. Они как будто бы превозносятся, идеализируются. И почти все римляне, главные герои, которые здесь присутствуют, они прямо идеальные, образцовые граждане, образцовые дети с невероятно высокой планкой морально-нравственных каких-то принципов. И это, с одной стороны, наверное, здорово, а с другой стороны, как будто бы немного наивно. Роман написан как эпистолярное такое произведение, потому что здесь как будто бы дневниковые записи Полибия, это один из главных героев, и также самой Пенелопы. Есть еще письма между героями, через которые мы узнаем сюжетные линии. И как будто бы вот все эти документы, не настоящие, собраны, и получилась вот такая повесть, как будто бы это исторический документ. Это очень было здорово, интересно, мне нравилось за этим наблюдать. Что касается героев, мне нравится Полибий, это выходец из Лады. Тогда было достаточно распространено, когда очень важных граждан стран, которые воевали, допустим, с Римом, их забирают в Рим, и они живут там, по сути, как пленники. Но на самом деле они могут ходить по Риму, общаться с людьми, но не уезжают, то есть уехать они не могут. Как будто бы берут в плен, как гарант дальнейшего непротивления, несопротивления, дальнейшей какой-то связи между этими странами, так скажем. Вот Полибий был одним из таких гарантов. Его забрали из его страны, его политическая карьера была разрушена, он очень сокрушался по этому поводу в начале книги, но потом он с таким чисто научным интересом взялся за римскую культуру, и вот через эти его попытки познания этой римской культуры мы тоже познаем что-то новое. Он много рассказывает о своих впечатлениях о Риме, о его культуре, описывает обычаи, описывает бытовые вещи, как устроит дом. Это было очень интересно, и вот с этой точки зрения мне книга, безусловно, крайне понравилась. И сам Полибий мне был очень приятен и любопытен, потому что у него прям живой ум, и вот эта жажда познания, она находила во мне большой отклик. Но опять же он образованный, умный, и начал восторгаться Римом, потому что ему казалось, что по сравнению с жителями Эллады, римляне более стойкие, более развитые, опять же, в морально-нравственном плане, и у них какой-то внутренний стержень есть, благодаря которому они добились этого величия, так скажем. Но нет высокомерия, нет порока пока и так далее. Остальные философы, которые присутствуют на страницах этого произведения, они, конечно, очень занятные персонажи, но с морально-нравственной точки зрения вызывают вопросы, безусловно. Вторая сюжетная линия — это любовная линия между гражданином Рима, таким, опять же, очень стойким, наполненным внутренним молодым человеком, который и умный, и красивый, в общем, идеальный молодой человек Публий, и, соответственно, вот этой пенелопы дочери Адраста. Адраста — это тоже выходец из Греции. Лекарь очень высокомерно относится к римлянам, несмотря на то, что работает на них. Это сквозит в его поведении. Ну и также его дочь. Она мне очень нравилась. Я, спойлер, была очень рада, когда у них ничего не получилось, потому что это взбалмошная, глупая, какая-то абсолютно бесполезная девчонка, если честно. Понятно, что она как бы из своего времени, что у неё не было возможности получать образование. Тут, кстати, здорово показано, что в то время римлянки, они были вхожи в культурное пространство, они могли общаться с мужчинами, они могли дискутировать, они были образованы. И вот как раз Адраста и его дочь Пенелопа, они очень удивляются, потому что в ладе того времени женщины не допускались к каким-то важным обсуждениям и считались, в общем, что их место на кухне, пусть там они и сидят. С мужчинами вместе они никак не дискутировали и не проводили время. В общем, это было достаточно интересное такое уточнение, и мне понравилось в этом смысле, опять же, рим был достаточно прогрессивным обществом. В целом, эта повесть мне очень понравилась. Она и написана интересно, и много подробностей, и, как мне показалось, действительно атмосфера передана отлично. Но вот мне не понравилась самая главная героиня Пенелопа, потому что она, как мне показалось, была пустой девушкой. Какой-то очень хитрый в неприятном смысле этого слова, приземленный, чрезмерно, взбалмошный. В общем, негативные какие-то она у меня вызывала эмоции, поэтому я очень рада, что она в итоге так с публием и не связала себя узами брака, потому что она прямо такая, ну, недостойная этого молодого человека создания. Но книга интересная, всем могу посоветовать. Если вы хотите как-то погрузиться в мир Древнего Рима, то очень здорово. Такой, как будто бы исторический документ, но при этом развлекательное чтение на самом деле, как мне кажется. Это вторая книга, которую я прочитала, тоже в бумаге. Остальные две книги были в электронном виде. Я наконец-то дочитала автобиографию Агаты Кристи. Я под невероятным впечатлением от этого произведения. Написано прекрасно, интересно, мне все понравилось. Я быстро на самом деле ее прочитала, хотя книга очень толстая. Когда-то давно я уже пыталась начать ее читать, и почему-то отложила это чтение, не знаю, с чем это связано. Но на этот раз я взяла себе в руки, даже мне не потребовалось на самом деле этого делать, потому что чтение легко шло, и получила огромное удовольствие. Агата Кристи потрясающе рассказала про детство. Про детство это, пожалуй, мой самый любимый был отрывок из этой автобиографии. Написано прекрасно. Вот она не брала так как-то последовательно. Она могла вспомнить, пока рассказывала про детство, какой-то отрывок из взрослой жизни, и наоборот. Это немножечко такую хаотичность какую-то вносила, наверное, в повествование. Но при этом это прямо конфетка. Я всем советую. Написано потрясающе. И жизнь на самом деле у Агаты Кристи была интересная. Она так много событий на своем пути увидела. Побывала в разных странах. Это было очень здорово. Ну и как бы были, конечно, тяжелые, сложные моменты. Детство ее, это прям просто потрясающе. Действительно, когда читаешь, сам возвращаешься в свое детство, вот эти какие-то впечатления, эти детали, какого-то солнца, детских игр, познание чего-то нового. И написано это было просто потрясающе. Язык прекрасный. И в дальнейшем она рассказывает также про свое замужество, про воспитание детей. Она немножечко рассказывает про своих родителей, которые... Вот у меня отец был американец. Там как-то у них какой-то сложенный брак. В том смысле, что они какие-то то ли родственники, ну, двоюродные, троюродные, как это было принято в то время. Это я не очень запомнила, если честно. Но при этом ее игры, ее воображаемые, какие-то герои ее игр, потому что она очень много времени все равно одна проводила, одна играла. И я получила большое удовольствие. В дальнейшем она рассказывает и про замужество, и сложности, с которым сталкивается в браке. Первый ее брак закончился разрывом. Они очень много пережили вместе с мужем. Кругосветное путешествие. Ну, это из хороших, да? Также войны. Первая мировая, вторая мировая. Или вторая мировая уже была, когда у него был другой супруг. В общем, как-то это почему-то улетучилось из моей памяти. Но меня, помни, очень сильно поразило то, как она рассказала, что ее супруг первый оставил ее. Вообще он вызывает у меня огромное количество ярости и вопросов, потому что это очень странный такой был человек. Он не любил, когда люди болеют, и всегда как-то дистанцировался в этот момент. Не любил видеть несчастье. Но знаете, при этом это странная какая-то эгоистичная позиция. Твой близкий человек переживает какой-то сложный период, когда ты такой, не хочу на это смотреть. И все, и уходишь. Ну, то есть это как будто бы у нее проблемы с эмпатией очевидные. Он меня очень-очень злил в этом смысле. И вот этот рассказ, что Агата Кристи умерла мама, ей пришлось поехать в дом, в имение, ну, не имение, дом, да, в котором она выросла, в котором жила ее мать, чтобы все организационные вопросы уладить. И то есть она осталась совсем одна с этой трагичной ситуацией, смерть родителя, смерть матери, с которой у нее были хорошие отношения. И то есть ей нужно было решить много всего. Муж не смог с ней поехать. Я думаю, отчасти из-за того, что не хотел видеть страдания. Тоже потрясающе. Потом она все это улаживает, еле как собирается силами, возвращается назад, или как-то он приезжает к ней, встречаются они. И он говорит ей о том, что я, типа, полюбила другую женщину, все, я хочу развод. И в этот момент, мало того, что он для меня полнейший, конечно, урод моральный, который оставил близкого человека в такой сложный момент, и потом еще вот это вот окончательный последний гвоздь вбил вот этой новостью своей. Всякое бывает, но при этом это как-то очень странное. Он выбрал время для признания. И опять же, как себя Агата Кристи повела, это показывает то, насколько давление на женщин было в тот период времени, потому что она не подумала, что он урод, скотина и предатель. Она такая, как плохо, что я его оставила одного, надо было лучше за ним следить и лучше о нем заботиться. Я такая думаю, Агата, ты что? Он урод! В общем, меня это так разозлило ужасно. Но впоследствии она находит молодого человека, который намного моложе ее был, то есть этот брак был такой в возрастном смысле неравный, и у них было счастливое замужество. Она счастливо прожила с ним много лет, он занимался раскопками, он был работником музея, и она вместе с ним ездила на эти раскопки, участвовала в них, организовывала. Это очень здорово было, и я получила большое удовольствие от этой книги. Всем советую, это потрясающее произведение и в литературном смысле, и как биография. И действительно, жизнь Агаты Кристи была очень интересной. То есть там, помимо личных моментов, воспоминаний о том, как она писала, как создавала своих персонажей, там есть еще как бы исторические какие-то интересные моменты, то есть как путешествовали, Восточный экспресс, путешествия с клопами, потом во время войны она жила в Лондоне, и постоянные бомбежки, как с этим люди справлялись. Это очень здорово, и я действительно советую всем эту книгу, потому что это, ну это прекрасно. Я безусловно буду ее перечитывать, я рада, что наконец-то с ней познакомилась. И последняя книга, но не по значению, это мое знакомство с творчеством Грэма Грина. Грэм Грин — это английский писатель, он, кстати, современник Агаты Кристи, и почему я вообще решила эту книгу прочитать, познакомиться с творчеством Грэма Грина? Потому что его упоминали и в книге Джона Ирвинга, «Мужчина в ее жизни», он был любимым писателем, главной героини, и также его упоминала в своей автобиографии Агата Кристи, потому что они, насколько я поняла, состояли в переписке как писателю, он вроде как давал ей советы, потому что Грэм Грин писал в жанре детектива, так же, как и Агата Кристи. И я такая подумала, ну все, это знак. Я так люблю такие совпадения, когда ты узнаешь о каких-то авторах или произведениях из других книг, и тебе, по сути, Агата Кристи посоветовала прочитать Грэма Грина. В общем, это здорово. Грэм Грин английский писатель, и интересно то, что он работал в британской разведке. Это очень необычно, как мне кажется. И вот писал детективные произведения. Я скачала несколько его произведений в электронном виде, но, посмотрев коммендации других читателей, решила прочитать «Наш человек в Гавайне». Это очень забавное произведение. По сути, это сатира, и мне особенно позабавило, как Грэм Грин сделал такую ремарку в начале о том, что все совпадения случайны. С учетом того, что он тоже в британской разведке служил, это как будто бы ты веришь, что такое могло произойти. А это шпионский детектив. Я поставила ему 5 из 5. Рассказывает он о мужчине, который продавал пылесосы. Ничто не предвещало беды. У него была дочь, небольшой бизнес, который не особенно много денег ему приносил. Действие происходит в Гавайне, на Кубе, в разгар холодной войны, когда все за всеми следят, все за всеми шпионят, пытаются найти новых агентов, создать какие-то сети. И это, конечно, потрясающе интересно. Наш главный герой, продавец пылесосов, случайно встречается с сотрудником МИ-6, который пытается его рекрутировать, его буквально как-то вталкивает в этот мир шпионства. И дальше заворачивается абсолютно сюрреалистическая ситуация, потому что наш герой начинает в этом участвовать не из патриотических чувств, не из каких-то черт характера, таких авантюрных, а потому что ему нужны деньги. Бизнес пылесосов его уже не настолько потрясающе великолепен. У него дочь, которая отранжирит деньги очень быстро. Единственное, что осталось его, потому что жена от него ушла. Эта дочь тоже достаточно занятный персонаж, потому что она католичка, очень такая верующая, но при этом такая хитрая, вертихвосточка, но такая обаятельная. Вот, в общем, он начинает участвовать во всей этой шпионской билиберде, по-другому не скажешь, потому что ему нужны деньги. И он отправляет в Лондон какие-то липовые донесения. Создает целый список якобы существующих агентов, как будто бы он уже создал агентскую сеть, от которых получает информацию. И он дает Лондону информацию, которую они хотят получить. Ну, то есть, придумывает на ходу. Просто почитал что-то в газетах, как-то это переврал, перефразировал, отправил в Лондон, а они на серьезных вещах думают, что у них агент, который посылает им донесения. И вот эта ложь, она как снежный ком. Одно на другое, одно на другое. И вот в какой-то момент это все выходит уже из-под контроля, как это бывает часто в таких произведениях, в таких ситуациях. Ложь настолько выходит из-под контроля, он создает иллюзию такой широкой, масштабной уже шпионской сети на Кубе. В какой-то момент ему уже нужно все больше и больше отправлять донесения. Он отправляет там якобы обнаруженный чертеж, что на самом деле является чертежем, увеличенным пылесоса. В общем, и там почему-то в Лондоне никто особенно не догадывается. Ну, то есть, они действительно серьезно все это воспринимают. Отправляют ему секретаря, отправляют ему в помощники связиста. Они приезжают, он в абсолютном шоке, не знает, что делать, потому что вся эта ситуация абсолютно выдуманная, он понимает, что попал в какой-то серьезный переплет. И в какой-то момент уже, опять же, ложь накладывается одно на другое, одно на другое. В какой-то момент его даже пытаются отравить. Это тоже был такой, знаете, прямо переживательный момент. И секретарь, у них завязывается любовь, девушка-секретарь, на каком-то этапе начинает подозревать, что все это какая-то лажа, что все это неправда, что он не настоящие какие-то вещи там телеграфирует. Но в итоге, конечно же, все это раскрывается, доходит до начальства. Но, знаете, это такая вот странная ситуация, когда начальство не может тоже, ну, то есть, все настолько далеко зашло, что и начальство в Лондоне МИ-6 не может позволить другим организациям, правительству узнать о том, что они так много денег вбухали в ерунду, что их обманули, что все это неправда. Что заканчивается, это тем, что он приезжает в Лондон, то есть, там уже какая-то сложная ситуация закручивается на Кубе, уже опасные для него и для его дочери, его перевозят в Лондон, он думает, что ему сейчас там будут нагоняй давать, думает, что все, пиши, пропало, а ему вместо этого дают награду за то, что он такой молодец, создал агентскую сеть, все при этом понимают, что он обманщик, и также еще дают ему должность обучать других агентов создавать агентские сети, то есть, обучать тому, чего он не умеет и чего он не делал. Ну, очень забавное произведение, я была приятно удивлена, и как написано это произведение, и какая-то тонкая эта сатира, это действительно шпионский детектив, но при этом такой юмористический немного, хотя есть там и трагические моменты, и опасные, безусловно, и над чем подумать, и как-то дух времени, как мне показалось, передан здорово, когда все за всеми следили, вот это шпионское братье. В общем, я всем рекомендую, я точно буду еще читать детективные произведения Грэма Грина, он пишет здорово, действительно, очень здорово. Ну, и на этом все, друзья мои. Надеюсь, книги, о которых я вам сегодня рассказала, вас заинтересуют, если вы что-то из этого читали, то обязательно пишите в комментариях, а мы с вами увидимся в следующем видео, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok